Наряду с возложением цветов к памятникам героям Великой Отечественной шествия Бессмертного полка стала еще одной неизменной традицией празднования 9 мая. В нынешнем году его формат также был изменен из-за угрозы распространения коронавируса. Акция все равно состоялась. Непосредственное участие в ее организации принял медиахолдинг Тверской проспект. Акция Бессмертный полк уже давно полюбилась всем жителям России, а также нашим соотечественникам, проживающим в других странах. Это прекрасная возможность рассказать о своих предках, которые сражались с нацизмом за родину. В этом году в Тверской области десятки тысяч жителей региона также собирались принять участие в шествии. Однако эпидемия коронавируса внесла корректив в эти планы. Выход из положения был найден. Бессмертный полк прошел онлайн. Очень важно сегодня нам не просто вспомнить о своих родных и близких, но и всем, кто будет принимать участие в этой акции, сказать добрые и теплые слова нашим ветеранам. В итоге в 15.00 Бессмертный полк Тверской области начал виртуальное шествие в эфире телекомпании Тверской проспект «Регион». Акция объединила тысячи жителей Верхней Волжи, которые заранее направили заявки для участия и фотографий героя Великой Отечественной войны. К землякам присоединился и губернатор Игорь Руденя, который вместе с семьей традиционно участвует в шествии с портретом своего деда Михаила Михайловича Рудени, участника прорыва блокады Ленинграда. Вместе с тем глава региона подчеркнул, что после снятия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией торжественное мероприятие состоится и в традиционных форматах. Я уверен, что в этом году мы соберемся все вместе и все вместе пройдем бессмертным полком, пройдем по нашим улицам, улицам наших городов, населенных пунктов. Ну а сейчас мы должны сделать так, чтобы наши ветераны были в безопасности. Трансляцию бессмертного полка 2020 можно посмотреть на сайтах регионального правительства, а также в медиахолдинге Тверской проспект. Кроме того, присоединяться к акции могут и остальные жители Верхней Волжи. Для этого необходимо разместить на окнах своих домов фотографии родственников, которые сражались в годы войны на фронте и трудились в тылу.